Мы с вами находимся на кухне у виртуоза гору домашних заготовок поэта консервации знаменитой Октябрины Ганечкиной. В доме, где мы сейчас проводим субботник, мы консервируем дачу на зимний период, я обнаружила вот эти нехитрые овощи. Вы как мастер, профессионал знаете лучше любой хозяйки, что с ними можно сделать, да? Мы сегодня сделаем тёщий язык. Нам необходимо 3 килограмма кабачка. Так, давайте смотрим, что у нас. У нас здесь есть кабачки. Кабачки партенокарпические. Что это такое за слово? Партенокарпические. Да, надо сказать, самоопыляемые. Хорошо, с кабачком мы определились. Что нам ещё понадобится для тёщины? Нам понадобится обязательно, во-первых, чеснок. Где-то 4 примерно головки чеснока. 4 головки. Да, чеснок. Но самое главное, вот этот перец, мы его не будем называть болгарский, потому что он у нас тоже на грядке вырос. Нам понадобится 8 штабов. Да, ну, 3 килограмма кабачков и 8 перцев. Изюминка – это вот острый перец. Острый перец. Вот, да. Тёщи, наверное, бывают острые языки, поэтому мы берём острый перец. Нужно всё-таки, наверное, половиночку. Половиночку. Чтобы у тёщи, тёща была подобрее. Это всё надо прокрутить через носорубку. Добавляем там сахарного песка, стакан растительного масла, столовую ложку соли. И обязательно добавляем 4 ложки вот такой томатной пасты. Чтобы приготовить тёщин язык, понадобится 3 килограмма кабачков, 6 болгарских перцев, 3 головки чеснока, 1 стручок горького перца, а также по 1 столовой ложке соли и сахара, томатная паста, яблочный уксус и стакан растительного масла. Ну вот, мы почистили овощи, прокрутили через мясорубку. Октябрина, что у нас получилось? У нас получилась мезга. А что это такое мезга? Ну, овощная смесь. Ага, овощная смесь. Ещё одно новое слово в моём кулинарном арсенале. Так, Оксана, вот всё мы приготовили, и сейчас поставим варить. Вот это всё варится где-то 30 минут. И за 10 минут до готовности нужно обязательно добавить, ну, маленький гранёный стаканчик яблочного 9% уксуса. Ну вот, прошло 30 минут, и наше блюдо готово. Как красиво! Итак, Оксанночка, будем пробовать? Обязательно! Вкусно всем бы тёщим, да такой язык, характер анекдотов стал бы другой. Единственное, что поражает моё воображение, это такой сладковатый привкус. Как получилось, как овощное варенье. Именно сахар усиливает вкус, аромат вот всех этих консервантов. Раскрывает, да? Раскрывает, да. А будет приятно зимним вечером намазать такого овощного паштетика на чёрный кусок хлебушка. И с такой закуской можно и зиму перезимовать. Ну что ж, это ещё не всё. Смотрите продолжение. Стирать невероятно! Ванишь, и исчезнут пятна!